Мне страшно очень смотреть. Индия и Бразилия — это самый худший сценарий того, что может случиться, когда все выходит из-под контроля. То есть в чем проблема с коронавирусом? Возможно, он не такой смертельный, как оспа. От него сразу люди не сгорают, не умирают. Ее можно лечить. В чем опасность коронавируса? В том, что он более заразный, и он задевает, и много людей сразу заболевает. То есть он очень контагиозный. И много людей сразу заболевает, и многим людям сразу нужна госпитализация. И получается просто поликлиники не рассчитаны на то, что так много людей или больницы госпитализированы. И что таким стойким людям нужна реанимация, и ИВЛ, и кислород. Просто ни одна система здравоохранения такой не выдерживает. Это сцена из фильма. Когда-то казалась фантастической для миллионов. Но с вторжением нового вируса наша реальность изменилась. Третья волна пандемии коронавируса в самом разгаре. Right now India is experiencing the world's worst coronavirus outbreak. 129 тысяч, к сожалению, спасти не удалось. Гаспинг for air, his body convulsing. Within a year of COVID-19 outbreak, the world saw the emergence of several high-quality vaccines. Еще год назад, когда нас изолировали от мира, от всей привычной жизни, от родных, в конце концов, мы молились в каждом уголке мира. Молились, чтобы не столкнуться со смертельной угрозой, чтобы родные не пострадали. Улицы родного города, куда я приехала переждать внезапный апокалипсис, опустили вмиг. Однажды я пришла навестить маму, она тяжело дышала. Были все подозрения на корону. Я сидела на кухне и плакала. Я так боялась ее потерять. А вы не плакали? Новости в то время приходили одна за другой. Умер родственник, соседка, учитель начальных классов из соседней школы. Когда нам поступили приготовить вакцины, мы не могли, как приготовить, чем приготовить, потому что у нас на руках не было штамма. Поэтому нас отправили в консультацию Дальтонна забрать клинические материали заболевших. Поэтому в 2 часа ночи звонит мне, «Извините меня, вам надо срочно ехать в Алматы и забрать клинические материалы. У вас ровно час сейчас есть время». «Сразу из фоккейн и все необходимые материалы собрал. И по сопровождению полиции мы в 3 часа ночи ехали в Алматы. И везде блокпосты. Мы же там же учились в Алматы. Как будто город мертвый. Мы так не ожидали. Как будто мы в кино, в Солхшардайн, военные годы. И арвары клинические материалы, например, алдат, смывы, разные патологические материалы. И привезли специально транспортированные тары. И привезли в БУСЛ, там раскрывали. Как будто мы первый раз, и как будто там бомба есть, взрывается. И у нас такое ощущение. И первый раз там раскрывали транспортную тару. И там доставили патологический материал. И заразили культуру клеток биологических, чтобы выделить вирус. Мы в конце выделили вирус и дальше приступили к разрабатывать вакцины. Мы заразили культуру клеток живые патологическими материалами. Потом мы выделили живой вирус. Потом мы инактивировали и убивали специальным химическим веществом. И потом дальше очистили, приготовили вакцины. Мы начали об этой ситуации следить буквально сразу. Я помню тот момент, когда во время зимних каникул, буквально 7-е число или 5-е, выходит статья в Nature о том, что появился новый вирус, коронавирус, по всей видимости, который приводит к появлению болезни. Тут же во всяких соцсетях, телеграммах начала появляться информация о том, насколько он на самом деле опасен для человека. И, конечно, уже после того, как закончились каникулы, к 15-му числу мы сразу же собрали совещание о том, что нужно заказывать праймеры, потому что была опубликована последовательность первичной генома этого коронавируса. И мы тут же начали фактически собирать системы диагностические, собирать команды для того, чтобы работать с вирусом в вакцинном проекте. То есть долгое время у нас была сложность, потому что у нас не было живого вируса. Но на самом деле долго ждать не пришлось. Благодаря тому, что мы сделали вот эти первые диагностические тест-системы, для того, чтобы методом полимеразной цепной реакции выявлять РНК коронавируса, то уже как бы с начала марта мы активно работали с клиническими материалами. И 15-го нам удалось выделить первый штамм, который мы на этих машинах как раз секвенировали, тоже как бы выложили его в GISAID. Но фактически получилось так, что благодаря тому, что китайские исследователи сделали информацию открытой, у нас уже были данные, мы подготовили свои диагностические системы. И к моменту, когда вирус проник конкретно в Российскую Федерацию, то есть уже в первые две недели мы выделили этот вирус и фактически здесь запустили работу с ним. История спутника, она началась с кандидатной вакцины в феврале, с проверкой ее иммуногенности и безопасности в марте. В апреле мы уже знали, что она эффективна. И к концу мая, началу июня было собрано полное досье со всеми экспериментами на животных. То есть это очень сжатый срок, фактически март, апрель, май. Это вот три месяца, в которые был проведен огромный пласт исследований. И в середине июня уже было получено разрешение на то, чтобы исследовать вакцину на людях. Но к тому моменту большая часть исследователей в команде разработчиков уже сами вакцинировались. Потому что мы уже знали, что она как бы иммуногенна, мы знали, что она эффективна. Тогда новостей ждали все. Изобретение вакцины стало самым ожидаемым событием года для населения всей планеты. Все, казалось бы, были согласны. Вакцина – единственный способ вернуться к нормальной жизни. Сегодня у нас есть вакцина. И не одна. Население очень неохотно идет на вакцинацию. С чем это связано? Это, наверное, с уровнем образования людей, со страхами. Ну, страшно, да, как бы что-то, недоверие вакцине. Ну, и, в принципе, недоверие правительству. И сейчас мы пожинаем плоды того, что люди не понимают науку, не понимают медицину. В принципе, им сложно объяснить. Люди даже не понимают разницу между вирусом и бактерией. Несколько месяцев назад мир вроде бы выдохнул. Ученые изобрели вакцину от заразы. И тут же глубоко вдохнул. Снадобе, мол, небезопасно. Наша съемочная группа – единственная из Казахстана, которая смогла побывать в российском центре Гамалеи и задать вопросы разработчикам «Спутник ВИК». Посетили мы и научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана. Идет только тот, кто не боится заразиться. Еще раз говорю, здесь не только коронавирус. Здесь идут работы с другими, более особо опасными инфекциями. У нас, начиная с коронавирусной инфекции, вы были в локдаунах, вы сидели дома, карантин. Вы не знали, чем заняться, да? А мы не сидели дома как раз. Ну, хорошо, отлично. Но наши не сидели ни дня, ни минуты, круглыми сутками, без выходных. Без отпуска этот год. На полной мощности мы работаем сразу над несколькими вакцинами. Пожалуйста, поймите, когда говорят, что наши ученые-бешформачники, что все, что они не делают, это не так абсолютно. Это золотой фонд нашего Казахстана. Интересно, сколько сидящих сейчас по ту сторону экрана уже назвали этот фильм пропагандой? Сколько из вас против вакцинации? Примерно догадываюсь. Поверьте, я много раз слышала самые разные доводы против прививки от короны. Но к ним мы вернемся чуть позже. На самом деле, приверженцы антивакцинирования, они же антиваксеры, явление не новое. Люди, склонные к панике, существовали всегда. К ним же отнесем любители различных теорий заговора. При этом, согласно заключению экспертов ВОЗ, подавляющее большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными. Более того, в 2019 году недоверие к вакцинации тот же ВОЗ включил в список 10 глобальных угроз для здоровья населения. Надо объяснять людям, просто фактически вакцины стали заложниками своей эффективности. То есть вакцины из-за того, что они разрушили ту ситуацию, когда каждый третий ребенок умирал в младенчестве от инфекционных заболеваний, они привели к тому, что люди перестали умирать от инфекционных заболеваний, вот таких базовых в составе национального календаря. И таким образом мы стали заложниками того, что мы создали эффективный препарат. Потому что люди вокруг себя больше не видят больных людей, то есть не видят в большом количестве вот этих вот людей, которых покорежило полиомилии, не видят лица испещренные оспинами на лице, или оспой, или корью. И поэтому люди стали воспринимать так, ну этих же заболеваний нет, поэтому зачем мы будем вакцинироваться? Ну мы конкретно не будем, может быть кто-то, ну пусть вакцинируется, но не я. И это подрывает коллективный иммунитет, тот самый коллективный иммунитет, который не позволяет инфекции в принципе циркулировать среди населения. А вот смотрите, обязательно есть какая-нибудь там тётя Маша, дядя Петя, кто рассказывал, я не верю, до сих пор есть люди, которые говорят, коронавирус это всё фальшь и ложь, и всё вы это придумали. Ой, как же я хорошо сейчас... А люди приходят всем это рассказывать. Недавно я был на очень интересном суде, в Верховном суде, я выступал экспертом на стороне Минздрава, когда инициативная группа подала на правительство в суд в связи с тем, чтобы отменить постановление правительства, признающее коронавирус социально значимой инфекцией. Так вот, дело в том, что их аргументы сводились к тому, что вы же не видели ли вирус, вы же не выделили ли вирус. Просто для меня, как человека в лаборатории, у которого каждый день люди работают с вирусом, то есть на культурах клеток, мы его выделяем, мы его копим, мы проверяем лекарственные средства, всякие физические воздействия, светим какими-нибудь лампочками, добавляем какие-то средства для того, чтобы разрабатывать новые терапии, новые способы дезинфекции, тестировать профилактические препараты. Я понимаю, насколько это глубокое заблуждение, и даже людям сложно объяснить, а с чего вы взяли, что его не выделили. Ну вот мы знаем, его же не видит никто. Ну так мы атомы тоже не видим, молекулы тоже не видим. Есть множество вещей, которые глаза человека не подвластны. Поэтому, как мне кажется, здесь только задача объяснять, что любой школьник с, так сказать, с хорошим курсом по биологии сможет объяснить, что, ну конечно же, вирусы есть. Вот. Просто они невидимы глазом. Кто-то коронавирус отрицает. Кто-то уверен, что вирус известен человечеству уже давно, а потому опасность его сильно преувеличена. Небольшой ликбез. Коронавирусы – семейство вирусов, включающие 43 вида РНК-содержащих вирусов, объединенных в два подсемейства. Первый из них, Ашков-220Е, действительно был выявлен в середине 60-х годов. До 2015 года включительно ученые зафиксировали появление еще нескольких видов коронавируса. Они прочно вошли в нашу жизнь, вызывая сезонные заболевания от обычной простуды до острого респираторного синдрома. Чем все же коронавирус, который был раньше, давал какие-то вспышки локальные, отличается от коронавируса, который дал такую широкую пандемию в целом? Данный вирус, Ашков-2, он обладает высокой заразностью, высокой способностью к мутации. Он показал свою живучесть в организме. Он нашел самые слабые точки в организме человека. Это как показывают фильмы ужасов, как чужой, который внедряется в тебя и растет внутри тебя. О, Боже! Также здесь он нашел вот эти вот рецепторы, которые имеются практически во всех органах человека. И он поражает все эти органы – кишечник, печень, сердце, легкие. То есть эти рецепторы, они есть везде, во всех органах человека. Поэтому этот вирус, он цепляется за любую возможность и тем самым вызывает заболевания. Это отличие от предыдущих вирусов. Ну и также тем, что этот вирус не гнушается возрастом. Он хватается за любую возможность и за детей, и за взрослых. Из-за беременных женщин. Да, безбашенный, который быстро делится, который живуч везде, который может оставаться на поверхностях, на руках. И обладает такой приспособляемость к окружающей среде. Потому что мы уже поняли, что мы надеялись, что будет жарко, коронавируса не будет. Но посмотрите, что в Индии творится, когда умирает сотнями в сутки. Жаркая погода не спасает. Мы видели, что зимой идет рост коронавирусной инфекции. То есть вирус живучий в холодное время года. Поэтому, не знаю, ничего его пока не убивает. Прежде чем мы перейдем к следующей порции мифов, предлагаю вам, мои дорогие телезрители, подойти к своей аптечке. Возьмите, к примеру, безобидный парацетамон. Да, он есть у каждого в доме. Откройте инструкцию и почитайте. В разделе «Побочные эффекты» вы найдете и аллергические реакции, и различные виды нарушения кровеносной системы. Это к тому, что побочные эффекты есть у любого существующего сегодня лекарства или инъекции. И хотя подавляющее большинство готово закрыть глаза на побочку того же парацетамола, вакцина от ковида – тройной спрос. Понимаю, вирус новый, вакцина новая, информации от компетентных источников не так много, как хотелось бы. При том, что каждый здравый довод в научной статье перекрикивают десятки неизвестных авторов в интернете. Хайп на чипах, угрозе рака и неизбежной смерти уже поймали десятки блогеров. Дальше – классика. Собравшуюся аудиторию по-быстрому кормят рекламой. Я же предлагаю послушать тех, кто в вопросе действительно разбирается. Мнение независимых ученых и разработчиков самих вакцин. Далее – ответы на самые популярные вопросы. Миф номер один. Вакцину создали подозрительно быстро. Это очень распространенное заблуждение, потому что обычные люди, они, к сожалению, не знают о том, как далеко наука продвинулась в своих возможностях. В частности, успех создания векторных вакцин, вирусных векторных вакцин и МРНК-вакцин, он связан по большей степени с тем, что уже долгие годы, даже десятилетия, разрабатывается так называемый платформенный подход. То есть что это значит? Что классическая вакцина делается следующим образом. Ты берешь патоген, ты его выращиваешь в лабораторных условиях, вернее, как бы уже в биотехнологических условиях. Например, в большом биореакторе ты выращиваешь большое количество вируса. Потом ты его, например, инактивируешь, смешиваешь с адювантом и используешь в качестве вакцины. Это каждый раз ты таким образом должен создать систему под новый вирус. Ты каждый раз создаешь ее. Ты уже знаешь, какие дозировки нужно для человека применять. И поэтому у тебя фактически срок выведения препарата на рынок сокращается до, если не лет, то месяцев. То есть если в норме это годы, то здесь это месяцы. Потому что ты быстро взял последовательность, создал кандидатный вакцинный препарат, согласно установленным требованиям быстро провел доклинические исследования и пошел на людей. Вот в частности, почему, например, разрешили применять на людях? Потому что такого рода препараты, даже вот в нашем центре, это не первый препарат. То есть был препарат от ближневосточного респираторного синдрома. К моменту появления SARS-CoV-2 этот препарат находился уже на второй стадии клинических исследований. Был препарат от лихорадки Эбола, который тоже разработал наш центр. Он прошел, опять же, большие интенсивные исследования. На самом деле мир с коронавирусами знаком уже давным-давно. И коронавирусы – это не новый вирус, который стали изучать только с этой пандемии. Допустим, смотрите, в 2002 году была вспышка острого респираторного синдрома SARS, который также был в Китае. И тогда уже люди, ученые всего мира, стали изучать коронавирус. Потом в 2012 году возник дальневосточный респираторный синдром – МЭРС. И тоже возбудителем были коронавирусы. И вот это вот все позволило уже знать о коронавирусе, о его свойствах, о том, как влияет на организм. И поэтому, когда возникла данная эпидемия, пандемия, люди уже знали, ученые знали свойства коронавируса. И это позволило разработать вакцины в короткие сроки. И что касается, допустим, нашей казахстанской вакцины, технология, она старая. Это технология, которая используется уже более 80 лет во всем мире. Инактивированные вакцины у нас выпускаются против гриппа, против полиомиелита. Сам научно-исследовательский институт биологической безопасности, они уже выпускали инактивированные вакцины против многих опасных инфекций. В частности, когда была вспышка против птичьего гриппа, у них уже были разработки этой вакцины. Когда была вспышка свиного гриппа, тоже были разработки. Поэтому я считаю, что база, на которой была создана наша казахстанская вакцина, она проверенная, соответствует высокому уровню. Профессионализм ученых не подлежит сомнению. И все этапы, необходимые для того, чтобы вакцина наконец-то вышла к населению, были пройдены. Миф номер два. Вакцина неэффективна. Даже после вакцинации необходимо носить маску. Это вопрос защиты твоих родных, близких, твоих коллег и твоего окружения. В конце концов, я сейчас, например, спокойно хожу в общественные места. Я не боюсь никого заразить. Понимаете? Я не боюсь, я не знаю, кого-то обнять. Но при этом я понимаю, что другой человек может быть в этот момент носителем. Но опять-таки вакцинация дает некую уверенность. Я понимаю, вот если простым языком, меня спрашивают, а что, провакцинироваться, ты никогда не заболеешь? Я говорю, нет, заболеешь, ты можешь заболеть. Новым штаммом еще ты можешь заразиться, да? Это не есть там, что стопроцентно, ты надел такую броню от коронавируса, да? Мне говорят, ну тогда зачем вакцинироваться, если все равно заболеешь? Я говорю, ну не помрешь точно. Понимаете? Да, можешь переболеть в легкой форме, в такой средней форме. Но во всяком случае, у тебя есть клеточная память, у тебя есть оружие, есть щит. И это все не будет столь фатально, как могло бы быть без вакцинации. Понимаете, вакцина, любая вакцина не даст стопроцентного результата, что вот ты не заболеешь. Такой вакцины не существует. Но благодаря вакцинации мы можем защитить себя от тяжелого течения заболеваний и от осложнений. Это нужно помнить о том, что пока мы на стадии, мы живем вообще в уникальное время, мы живем в эру пандемии. Мы должны заботиться о себе, то есть дать своему организму время, чтобы выработались антитела, и ты был защищен. Даже я вот вакцинирована, я знаю, что у меня хороший уровень антител, но я, когда иду к своим родителям, я, прежде чем подойти к ним, я помою руки, промою нос и так далее. Только после этого я начинаю с ним общаться. То есть это уже культура, это заведено у нас, и таким образом мои родители защищены. Вирус сам по себе не может мутировать в воздухе. Он должен находиться в человеке. И в человеке он находится, и там он мутирует, и может стать более заразным, более смертельным. Он может в какой-то момент оказаться смертельным не только для взрослых, но самое страшное, он может оказаться смертельным для детей. Если человек вакцинирован, он на 92% защищен от заражения. Это очень большая эффективность. То есть если 70% людей не смогут внутри себя держать вирус, он умрет, вирус умрет, ему некому будет заражать, и он сам по себе пройдет. И это нужно делать быстро. И мы сейчас в гонке. Нам очень везет то, что вирус медленно мутирует, но мы не знаем, до какого момента она будет вести. Миф номер три. Если ты не в группе риска, вакцина не нужна. Насколько высока вероятность, что будет новая вспышка, и снова нас изолирует, и закроет, и начнется опять пандемия? Вероятность того, как мы будем жить. Мы живем в каком-то пол-локдауне. У нас нет открытых концертов, у нас кинотеатры закрыты. Мы живем в таком сонном состоянии. И в принципе мы можем так долго жить и так потихонечку болеть. Ну, каждый год у нас будет умирать огромное количество людей, но экономика просто умрет. То есть нужно же понимать, что люди останутся без работы только из-за людей, которые просто чего-то боятся, и им лень почитать информацию, и они просто чего-то ждут. И мне это очень обидно, конечно, тоже. Вот это, наверное, новая этика. Мы об этом говорили, то, что новая этика 2021 года – это заботиться не только о своем здоровье, но и заботиться и не заражать других людей, которые вокруг тебя. Миф номер 4. Естественное формирование иммунитета безопасно. Я говорила уже несколько раз, что мы сталкиваемся с тем, и мы столкнемся с тем, что возникнут целая серия заболеваний, которые будут называться постковидные заболевания. Это могут быть разные постковидные осложнения. Прежде всего, это, конечно, синдром хронической усталости. Это астенизация, то есть человек будет постоянно вялый, сонливый. Это психические нарушения, психоэмоциональные нарушения. Уже сейчас есть люди, которые не могут жить без психотерапевта, потому что у них постоянные панические атаки, хотя болезни давно-давно нет. Но это у них осталось в голове, этот страх нехватки воздуха. А это очень страшно, когда ты задыхаешься. Это будут глубокие иммунодефицитные состояния. И в конечном итоге это будут... Вирус оставляет глубокие изменения в легочной ткани. То есть, представляете, у тебя остаются в легких участки фиброза, которые просто не дышат, не участвуют в акте дыхания. И, конечно же, такой человек, особенность это молодой человек, он никогда не станет спортсменом, допустим, никогда не сможет пробежать 100-метровку. Почему? Потому что он переболел тяжелой формой ковидной пневмонии. И, к сожалению, ковидная пневмония, она утяжеляет все те заболевания, которые были у человека до заболевания. Если у него был, допустим, сахарный диабет, у него может быть прогресс с сахарного диабета. Если у человека были какие-то заболевания, проблемы со стороны почек или сердца, все это обостряется. Поэтому мы сейчас как раз, я думаю, что врачи всех специальностей будут сталкиваться с этими последствиями. Миф номер пять. В вакцине есть коронавирус. После введения препарата можно заразиться. Конечно, это полная глупость, потому что вакцина в случае со спутником Ви это не живой вирус, то есть она не заражает. Функция аденовирусных частиц в составе препарата это фактически доставить ген коронавируса в клетки, для того чтобы сформировать белок, на который выработаются антитела и клеточный ответ. И никаких влияний на непосредственно, скажем так, которые могут привести к тому, что вирус оживет, этого не произойдет. То есть вирус фактически мертвый. То есть в настоящий момент нету живых вакцин против коронавируса. Возможно, они в дальнейшем появятся, аттенуированные вакцины. Но вот как раз их-то и будут разрабатывать долго. Почему люди говорят, что вот долго, в норме долго разрабатывают, а здесь быстро. Но вот живую вакцину действительно быстро сделать сложно. Миф номер шесть. Вакцина изменяет ДНК и может вызвать рак. На самом деле, дело в том, что у вакцины нет никаких таких механизмов, которые позволили бы человека, его здоровье нарушить. Аденовирус, который мы используем в своих конструкциях, это не живой вирус. То есть фактически там удалены гены, ответственные за воспроизводство в клетках человека. Более того, надо сказать о том, что у аденовируса в принципе нет генов, которые бы отвечали за встраивание в геном человека. Поэтому, когда люди говорят о том, что да, это вот как бы вакцина, это эксперимент, это генная терапия, это генно-инженерный эксперимент. Нет, конечно. То есть вакцина, она выполняет аденовирусный компонент исключительно функцию доставки. Почему мы доставляем гены, не белок? Почему? Потому что только, так сказать, белок, который собирается в организме у человека, обладает всем набором нужных характеристик для того, чтобы сформировать правильный иммунный ответ. Почему? Потому что там, как бы в организме человека, он соберется правильным образом, без ошибок. То есть утверждение, что вакцина подстраивается и меняет ДНК, при этом вызывает рак, в корне неверно. Абсолютно, абсолютно. То есть вакцина не вызывает рак, она не может вызывать рак. Рак у человека, раковые клетки появляются там каждые несколько секунд. Иммунная система их выявляет, вычисляет и уничтожает. У человека есть большое количество систем защитных, которые как раз предотвращают от возникновения вот этих вот единичных клеток избавить тело организма как можно раньше. Вот. А вакцина, она не повреждает, так сказать, ДНК. Она фактически доставляет в определенные клетки белок. Этот белок нарабатывается, иммунная система распознает. Через какое-то время, так сказать, вот эти компоненты вакцины, так как вирус не воспроизводится, они полностью выводятся из организма. То есть они разрушаются, утилизируются. До ковида только в 20 веке было задокументировано три пандемии. Испанка 1918 года, азиатский грипп 1957 году и гонконгский грипп 1968 года. Погибли миллионы человек. Мало кто сейчас об этом знает, но в начале 60-х мир могла уничтожить смертельная волна оспы. Стремительно поднялась температура. Начался сильный кашель. По телу разлилась острая боль. На следующий день он отправился в поликлинику. Терапевт, выслушав его, поставил диагноз. Грипп. Опасное инфекционное заболевание оспу завез в СССР художник Алексей Кокорейкин, побывавший накануне в Индии. Инфекция распространялась по Москве стремительно. Стали умирать люди. Когда ОЧП доложили руководству страны, для локализации вспышки были задействованы силы КГБ, МВД, Советской армии и Минздрава. Решение было принято сразу. Закрыть мегаполис на карантин. Вакцинировать всех его жителей. К 25 января 1960 года были вакцинированы около 6 миллионов москвичей и более 4 миллионов жителей Подмосковья. Всего организованная борьба с инфекцией заняла 19 дней. Это стало самой беспрецедентной операцией по вакцинированию населения в мире, как по масштабам, так и по срокам. 44 дня с момента завоза оспы в Москву до полного устранения вспышки. Буквально насильно вакцинировали. Но это был большой успех, потому что заразилось всего 44 человека, по-моему, и умерло 3 или 4 человека. Хотя это очень заразная болезнь, и она очень опасна. Но вот это такой маленький успех, что вакцина и локдауны, они реально помогают против вирусов. Да, именно эта история почему вспомнилась? Не потому что болезни похожи, а потому что насколько чётко было сработано, в короткие сроки вакцинировались люди, и благодаря этому удалось избежать каких-то масштабных последствий. Но у нас до сих пор идёт отрицание. Есть люди, которые говорят, нет. Опять же, мне кажется, нужно понимать, что у нас не военизированная медицина. Все так взялись, и военные очень, как бы в буквальном смысле государство вас заставляет, ну, в Советском Союзе, возможно, под дулом пистолета вакцинироваться. В принципе, это немножко, наверное, в демократических странах не работает. Людям нужно объяснять. Люди не глупые, они поймут. Дайте им информацию, проведите хорошую компанию информационную. Это работает на людях. Нас не надо заставлять, просто объясните всё хорошо, простроите нормальную коммуникацию, и тогда люди с удовольствием сами пойдут вакцинироваться. Миф номер семь. Показатель смертности от коронавируса завышен. Я считаю, что даже смертность от коронавируса, она снижена. Если на самом деле считать каждый случай, то случаев будет больше. Коронавирусная инфекция является триггером, пусковым моментом для активизации твоих хронических заболеваний. Да, человек, говорят, он умер не от коронавируса, он умер от инсульта, который шёл с коронавирусом. Но что спровоцировало этот инсульт? Именно коронавирус. Или очень много случаев, когда люди сейчас умирают от инфаркта. Да, говорят, он умер от инфаркта. Нет, он умер от того, что коронавирус вызвал повышенное трамбообразование, которое привело к закупорке коронарных сосудов и привело к инфаркту. Пожалуйста. То есть в основе многих заболеваний именно лежит патогенез самого заболевания коронавирусной инфекцией. А это спусковой крючок для развития множества других заболеваний. Так, давайте не будем обходить стороны и сторонников теории заговора, которые утверждают, что таким образом типируют население. Я считаю, что это, наверное, дорогой метод чипирования населения. Можно было бы выбрать более простой. Зачем так сложным путем идти и чипировать население? Не знаю. Мне кажется, что теории заговора не существовали во все времена, еще с момента создания вакцины. Когда Дженнер создал вакцину против натуральной оспы и призывал народ вакцинироваться, ему говорили, ты что, а он создал вакцину на основе коровья оспы. Потому что все говорили теорию заговора. Завтра у вас вырастут рога, вымя, копыта, хвосты и так далее. То есть это существовало всегда. Поэтому от этого никуда не деться. Но мы должны людям показывать и разъяснять, что на самом деле это не так. Какой теории заговора можно идти речь, когда идет вопрос о жизни и смерти твоих близких людей? Тем более, мне кажется, мы и сами добровольно с собой чипы носим, там все, что хочешь. Куда ходил, куда передвигался, какие интересы, все в принципе можно. Мобильные телефоны, если говорить о чипировании, вот это вот чипирование. Информации полезно очень много, но просто никто этого не делает. Никто не смотрит, не дочитывает до конца. Искажает факты, вырывает из контекста, так как ему выгодно. А это результат того, чего так боятся сторонники теории заговора. Чипирование, импотенции и других поражений коронавирусов головного мозга. Израиль, страна, которая сегодня известна, правда, немного по другим новостям, стала мировым лидером по массовой вакцинации в стране. К концу апреля до мировой общественности дошли новости. Смертность от коронавируса в этой стране удалось остановить. Здесь несколько, конечно, аспектов. Первый, очень важный, это качество системы здравоохранения. Отлаженные механизмы, механизмы взаимодействия между амбулаторным звеном, стационарным звеном, были привлечены дополнительные усилия. Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ. Это не очень большое количество населения, достаточно компактно проживающего. И это, конечно же, я бы не сказал о дисциплинированности населения, но скорее о усилиях по продвижению идеи вакцинации со стороны правительства, со стороны различных организаций, в том числе медицинских. То есть грамотно организованная логистика раз и система убеждения, агитации два. Разговоры как были, так и остались. Всегда есть диссиденты, в том числе ковид-диссиденты. При этом успехи вакцинации стали заметны достаточно быстро. Спустя две недели, наверное, две-две с половиной недели после начала вакцинации уже было понятно, что эффект вполне себе положительный. Никто, правда, не ожидал такого эффекта. Сейчас мы все откажемся от вакцинации. Скажем, нет, дорогие ученые, пожалуйста, разрабатывайте еще год-два, а мы пока посидим. Вот все отказались. Какие последствия? Ну, последствия такие, что переболевшие, у которых есть антитела после заболевания, антитела рано или поздно упадут, уйдут, он заболеет снова, а вирус уже спокойно ляжет на те органы, которые уже были ранее поражены, а где тонко, там и рвется. То есть если в первый раз у него было поражение легких 25-50%, то сейчас будет 70-80, это прямая дорога на тот свет. Мы будем терять пожилых однозначно, мы будем терять людей с иммунодефицитами, мы будем терять детей с различными пороками, с различными иммунодефицитными состояниями, кому нельзя вакцинироваться. Такие у нас есть детки с пороками сердца. Ну, нельзя им вакцинироваться. С удовольствием бы, ну, вот так вот получается. Мы будем получать поколения, у которых будут постоянно панические атаки, поколение, которое будет бояться выйти из дома, поколение, которое научится и навсегда приклеится к этим маскам и будет носить эти маски. Ну, тут уже выбор, или вакцинируйся, или тогда не жалуйся, что тебе приходится носить маску и задыхаться в жаркую погоду. Придется привыкнуть к тому, что ты больше не сможешь выезжать в другие страны, путешествовать, общаться со своими друзьями. Тебе придется привыкнуть, что ты должен постоянно находиться на расстоянии, общаясь со своими же друзьями, что никого не сможешь похлопать, обнять, поцеловать. Тебе придется привыкнуть к тому, что, возможно, ты со своим любимым человеком уже не сможешь взяться за руки и спокойно пройтись, потому что будет оставаться страх в голове, что ты или он, вы заразитесь. То есть это будет жизнь, как в фильмах ужасов. Мне бы не хотелось, чтобы такой сценарий был бы у нашего населения и вообще в мире. Мне хотелось бы, чтобы мы справились с этой пандемией и потом писали бы, наверное, свои воспоминания и рассказывали детям и внукам, что было такое время. И уже знали, как бороться. Вакцина есть. Дальше только дискуссии. Рядовые граждане задаются вопросом, вакцинироваться или нет. Ученые тревожатся. Как остановить уже следующую пандемию, если население выберет второй вариант? Для тех, кто планирует отсидеться, плохая новость. Не получится. Этот коронавирус с нами надолго. Ученые уже предупреждали. Все жители Земли рано или поздно столкнутся с этой заразой. Другой вопрос – станет ли этот опыт последним или накопленным? Ведь не желаем мы жесткого локдауна. Убить экономику планеты и оказаться на грани нищеты – не очень приятная перспектива. А вот стать носителем мутированного штамма, по всей видимости, некоторым пока не так страшно. Не страшно, пока не столкнешься лицом к лицу со смертью, как в Индии, где крематории не справляются и потому трупы сжигают прямо на улицах городов. Или в Бразилии, где братские могилы для умерших от ковид роют экскаваторами. Сытый, голодного не разумеет. Да, проблемы в нашей стране существуют. Низкий уровень доверия правительству и Минздраву, некачественная пропаганда, отсутствие информации об источниках, информации, которым можно доверять. Но расскажите о своих страхах жителям тех стран, где сейчас творится хаос. Заодно расскажите про бесплатную вакцину и пункты вакцинации в шаговой доступности в каждом крупном городе. Как сказал один из экспертов в этом фильме, настало время новой этики. Нужно теперь заботиться не только о своем здоровье, но и беречь здоровье окружающих. КОНЕЦ КОНЕЦ